Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий, вообще, а стратегическим жевжиком в частности, моим любимым. Вы видите, слышите верховного жевжика планеты Земля Алексея Халецкого и смотрите продолжение прохождения Old World Древнего Мира за Египет. Что мы тут вообще делаем, я рассказывал в первой серии, так что если случайно наткнулись, переходите к первой серии, ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры всей серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку, если хотите поддержать канал, то становитесь спонсорами, конечно же, тоже ссылка в описании в прикрепленном комментарии, как это сделать. Ну что ж, должны быть события на... Так, процессия истрепанных хетских священнослужителей появляется в столице в поисках знака от своих небесных повелителей. Эти искатели истины хотят доказать свое достоинство и надеются, что им будет дозволено учиться у наших святейших советников. Станем ли мы делиться нашими духовными тайнами? Так, какое у нас отношение с хетами? Минус 74, наверное, все-таки поделюсь. Потому что они в соседях. Я сейчас очень не хотел бы воевать. Так. Как быстро летит время, герцог Бесес вырос и во всю тянется к знаниям. Философию и политику у нас уже там кто-то изучает, давайте торговлю. Видите, я тут не на войну в этот раз. Так, у нас еще коронация должна пройти. На вашу коронацию съезжаются делегации со всей территории Египта. Подданные привезли вам множество даров из своих деревень. Однако гости готовы принести дары, только если не пойдут на благое дело. Какой дар мы примем? Гранит, чтобы возвести столбы с высеченными на них законами. То есть 55 камня и 200 цивиков. Принять сталь, чтобы вооружить элитную стражу. Воина получаем, 55 стали. Принять дар с черного дерева для изучения его необычных свойств. Вот это я бы взял. Наука и дерево, которого у нас постоянно нет. Так, и идем в военную подготовку. Только что мы открыли... Что мы только что открыли? Там колесо со спицами. То есть можем верховного советника назначить и строить колесницы. Там форум. Так, верховный советник. Кто у нас тут есть? Рост городов я бы не снижал. Так, ну тут совсем эти две слишком старые. Вот из молодых только на деньги у нас есть, да? Нефрусебек младшая. И Нитокрисис строительница. Как у нас тут по семьям? 110, 50. Тогда, наверное, вот эту Нитокрис. Чтобы увеличить немножко значение. Так. Тут ставим город. Я вообще хотел священников поставить. Но с другой стороны и здесь... Вот тут точно надо священников. Тут вообще слишком много. Поэтому я, наверное, все-таки Саитов поставлю. Город земледельцев. Пока у нас всех по два. Каждой семьи по два города. Так что город священников давайте. Ой, священников. Тут чуть не нажал. Земледельцев, земледельцев. Священников вот там, в той стороне я хочу. Тут у нас достроится поселенец. Так, значит, этого надо будет спасать сейчас. Отряд под руководством королевы когда-то был. Так, у нас, кстати, в столице... А, нет. Черт, это генерал. Я забыл, что она у нас была не... Не губернатором, а генералом. Рабочего делаем. Так, и всего лишь один приказ остался. Кстати, может здесь житницу реально поставить. Потом я здесь ферму опять поставил. Давайте, наверное, житницу здесь сделаю. Так, монастырь строим. Монастырь строим. Ну, в общем, надо камень копить на чудеса, я думаю. Так что, приоритет каменоломням надо. Рим начинает строительство Ападан. Так, бесплатная... Ну, да, бесплатная колесница. Это, то есть, нам надо вот эту амбицию выполнить. Наследие амбиции. И один из... Колесница, по-моему, кавалерия. Да. Так, несколько разведчиков вернулись со свитком папируса, который едва не разваливается на части. Развернув его, вы видите потускневшую карту с неизвестными границами и названиями поверх хорошо знакомых очертаний вашей земли. Мысль о том, что другие ходили по этой земле до вас, оставляет странное ощущение чего-то присутствия. Повторяете ли вы успех нации прошлого? Ну, это... Выбор амбиции для этой королевы. Царицы. Пять морских юнитов. Сорок процентов карты открыть. Нет. Это все тяжеловато пока будет. Не нравятся мне такие амбиции. Пускай нам следует. Следующая, по-моему, через пять ходов будет. Тут ферму. Так, тут пастбище сделали. Гарнизон, кстати. Блин, тут и гарнизон хочется. Вообще, еды у нас нормально. А вот каменоломни нам точно быстрее нужны. Так, тут каменоломни. И опять закончились приказы. Форум построили. Камнетесы. Ну, тут обычные самые. Не знаю. Так, ну, у нас один гражданин есть. Я, скорее, поэтом, наверное, сделал. Последователь манихейства. Но у нас, в принципе, религии и так хорошо распространяется. И монастыри у нас строятся. Приказов мало, чтобы... Я пущу рабочего, но приказов у нас маловато. Этим мы, наверное, просто совет проведем. Так, здесь мы поселенцы сделали. Давайте, наверное, тоже совет. Нет, тут, вот тут форум. Надо все-таки форумы везде сделать, а не цивики дают. Это круто. Так, Персия нас опережает по очкам. И мы не знаем, кстати, что там Рим и Греция. Вот Ассирия плохо развивается. Но, видимо, хеты подселяют. О! Вы проявили совет при дворе, обменяясь мудрыми мнениями, обсудили важные преобразования. 160 цивиков. Это вот это вот... У царицы вот это устроить прямо при дворе. Я считаю, что это крутая штука. Мы 100 муштры и 2 приказа меняем на 160 цивиков. А цивики постоянно требуются. Например, можем дары семье отправить... А, нет, дары семье это за деньги. Ну, кстати, я бы отправил дары Рамисидам, пожалуй. Ой. 400 монет. Так, и тут у нас город священников Амарна. Ну, тут реально очень много пустыни. Именно что священников надо ставить. Вы с удивлением узнаете, что генерал Сереттер из города Минифер стало много времени проводить с герцогом Бесесисом, выполняя поручения различную работу за ребенка. Помогалось выяснить, что хитрый маленький Бесис воспользовался полученными в учебе знаниями о предпринимательстве и, конечно же, доступом к царской казне, чтобы сыграть на алчной натуре Сереттера. А она кто? Алчная у нас? Да, алчная точно. С помощью денег Бесес сделал Сереттер своей служанкой. Что это? Впечатляющее проявление стратегического мышления или всего лишь злоупотребление властью? Так, либо Бесес харизму получает, но становится продажным, либо минус к харизме, но становится праведным. Пожалуй, праведным я хочу. Все-таки минус к несчастью в этой игре важная штука. С самых юных лет ваша дочь принцесса Михаа не сводила глаз с горизонта, потому вас ничуть не удивила ее просьба присоединиться к отряду разведчиков и отправить изучать мир. Так, становится любознательной, но не может вступать в брак. Любознательная тоже следопыткой. Когда найдешь край света, не останавливайся. Сталкиваюсь, но она не наследница же? Не, наследница. Ну что, пускай попутешествует. Давайте, она потом вернется, просто она пока сейчас не может вступать в брак, но потом она вернется. Так, строителям или давайте ученым. Строителям, конечно, тоже классно, можно кучу чудес строить, но строитель у нас просто уже был. Так, королева, харизма, отвага или дисциплина. У нее минус один отваг, давайте... Цивики мы и так получаем. Давайте отвагу на ноль. Так, домик есть. Еще один строим. Да, наверное, на руднике надо. Не хватает рудников. Ну и казармы нам надо тоже. Так, можем закон принять куда-нибудь. Можем отправить губернатора? Нет, пока нет. Значит, давайте по законам посмотрим. Свобода либо рабство. Ну, можно свободу принять. Деньги у нас, в принципе, и так есть. Вот это ни крепостничество, ни колонии, мне кажется, нам не нужны. Так, здесь надо колесницу строить. Крепость требуется. А здесь... Во, просто колесница. Купим дерево, пускай строится колесница. Это будет вторая кавалерия. Так, тут сельских специалистов обязательно. Совет завершили. Блин, ну есть один гражданин, может все-таки отправить. Я сейчас посмотрю, куда нам еще можно будет... Ну, сюда спец, но мы пока рощу не можем делать. Не знаю, может более... Старшего этого прокачать. Или все-таки на камнетеса отправить. Или здесь будет поэт. Ладно, давайте монаха-мастера сделаем. Я все-таки хочу здесь поэта скорее отправить. Так, приказов у нас больше нет. Казначейство. Так, нам нужно рудокопа на соль. Добавится тогда ресурс роскоши. Ну, в принципе, я бы расселение свое завершил на этом. То есть, в принципе, мне вот это очень похоже на современные идиоты. Даже известная битва при Кадеше между хеттами и Египтом где-то вот... Так, иудаизм ставит теологию дуализм. Наместница Клеопатра, Селена погибла прямо на службе. Блин, 52 года всего было. Так, бесплатную колесницу получили. Лесопилка бессмысленна пока. Глава шпионов усмирить город. Ну, денег у нас дофига, то есть рынок нам не особо нужен. Глава шпионов интересна. Можно агентурную сеть у нас странных городов. Давайте, наверное, главу шпионов открывать пока. Так, а что за лесоп... Так, наместница умирала. Сейчас я позже посмотрю, что у нас за лесопилками открывается. Вот в лесничестве... А, роща, да. Давайте я вот сюда поставлю. Сначала я все-таки это открою. Роща нам тоже нужна. Оплакиваем смерть Клеопатры, селенной красноречивой. Купцы из далеких земель прибыли в Уассет с невероятными товарами. Они привезли множество приятно и пленительно пахнущих масел. По словам торговцев, на их родине люди наносят эти масла на тело, чтобы придать ему привлекательный аромат. Истинный признак знатного происхождения. За соответствующую плату торговцы будут постоянно поставлять вам немного благовоний. Сейчас предмет роскоши. За 1090, я думаю, это надо. За 1090 появляется предмет роскоши. Так. Продаем. Нового наместника выбираем. Минус 20. О, царица. Наверное, царицу назначим. Слушайте, а может она где-то в более лучшем... Больше выдаст. 2. Что царица в любой город может быть назначена, понимаете? Ну, я не вижу, что типа сильно разница на самом деле. Поэтому, наверное, в залы и отправлю, ладно. Так, духи можно... Благовония. Так, ну я, наверное, в город. Тут вроде никто из семей не хочет. Тут, видите, рамесиды хотят соль. Как только мы здесь добавим рудокопа на соль, соль отправим рамесидам. А так мы в город надо. Где у нас больше всего и прибавляется несчастье, и уже есть. Четвертый уровень плюс 10. В минифере. Давайте сюда, наверное. Все плюс 8, теперь они плюс 10. Рудник есть. Домики есть. Вообще гарнизон нужен. А, гарнизон тут уже тоже есть. Тогда фермы. Так, денежков уже не хватает еще. Так. Колизей сделан. Ну, я потом третий домик буду сюда и сюда. Блин, а тут с другой стороны рудники. Ладно, давайте сюда каменоломню. Игра предлагает сюда барак, а сюда гарнизон. Ну, бараки в этом городе точно нужны. Вот такой барак сюда. Так, в минифере. Гарнизон. Ну, давайте барак тогда сюда. Потому что соседство с гарнизоном добавляет бараку больше муштры. Плюс 87 камня. Ну, я бы постоял тут. Так, у нас вот есть чувачок, но... Ага, вон в амунию распространена религия. Надо в амунию отправлять там монастырь строить. Очень серьезно стало не хватать приказов, конечно. Давайте посмотрим, сколько приказов у соперников. Вот в начале будет показываться. 33 у персов, 29 у хеттов, ну, 20 у Осирии. Ну, Осирия самая маленькая с другой стороны. Из-за строга рисковать вашу дочь и наследницу принцессу Миаха значит, как знают, как робкую особу. Так. Произошло событие. Вот мы проводили совет. Вы устраиваете прием в минифер в семейной резиденции рамеситов. Поэтому рамеситы считают, что вы отдаете им особое предпочтение. И взамен организуют дорогие и роскошные банкеты в рамках этого события. Однако они чувствуют себя уязвленными, когда вы во время мероприятий выказываете всем семьям и придворам одинаковое уважение и даже не благодарите их за гостеприимство. Удрученный глава семьи рамесидов олигарха Минхотеп-командир выражает вам свою озабоченность. Он желает получить некую компенсацию, иначе рамесидам будет трудно простить подобное оскорбление. Требуется царица не очаровательная. Ну, я бы пятьсот сорок монет заплатил, конечно. Потому что иначе мы сильно ухудшим отношения. Принцесса Меха неожиданно вернулась в столицу с недолгим визитом. Она кажется устала от странствий, но готова продолжать исследовать земли, если того пожелает престол. Что прикажем? Так, плюс шесть приказов. Продолжает изучение. А любознательное что дает? Не может стоять пахнет, не может иметь детей. Но я бы еще ей двадцать лет всего. Пускай продолжит. Герцог Нормер завершил обучение политике. Чем он займется при дворе? Оратор или судья? В качестве наместника минус одно несчастье за уровень культуры. Давайте, наверное, оратором пускай будет. Сюда монастырь поставлю. Так, сколько? двести шестьдесят монет требуется. Пока новых законов никаких. Или свободу принять. У нас есть цивики лишнего. Ладно, давайте свободу. Начинать с плюс сто семьдесят пять. Сейчас посмотрим, сколько. Ну, плюс тридцать три монеты вход. Это у нас каждый специалист. У нас же специалистов прилично. поэтому имело смысл, мне кажется. Форум первый, пока один гражданин. Давайте до максимума форумы доведем. кстати, можно повысить, я думаю. практически уже на всех хватило приказов. Так, а что у нас с ремисидами? Так, ну, во-первых, там меньше всего конечно городов. Видите, меньшее число городов минус сорок дает. Матриарх Нефертария-младшая умерла. Царь-консорт становится духовным лидером манихейства. Все слабым и больным. Верховная Советия... Кстати, а мы... А что у нас сама царица не манихей? О, мнение с ремисидами плюс сорок, что мы подарки им отправили. Во время последнего визита домой герцог-бесец заполонил дворец животными из окрестного леса, птицами, ящерицами и разными пушистыми зверьками. Он ухаживает за ними будто любящий отец. Когда бесец возвращается на учебу, вы предлагаете ему и дальше следовать своим интересам. Изучать поведение и жизнь в группе становится земледельцем плюс к ферму. Ну, фермы... У нас ферм тут дофига. Лагеря и сети. И тоже дофига, кстати. Давайте, наверное, ферму и рощу где-нибудь... Точно его заменю, где у нас фермы стоят. Какой-то из городов именно с фермами получше сделаем. Так, с манихейством немножко у нас надо как-то... Короче, надо перейти в манихейство, во-первых. Вот. Улучшилось отношение сразу, видите? И, соответственно, в городах с религией... вон сверху написано города с манихейством минус одно несчастье вход. Так, продолжаем приемы при дворе устраивать. И... Не знаю, тут нету такой кнопочки, конечно, нигде я не вижу, но... Мне тут где-то надо нажать, чтобы вы лайк поставили этому видео и комментарий какой-то написали. Не знаю, надо советника, наверное, отправить, чтобы... Или я сниму ее с должности, иначе. Смотрите, я надеюсь, что советник... Кто у нас? Верховная советница не то, Крис, донесет до вас всю важность того, что надо поставить лайк, написать комментарий, а если очень нравится, то даже стать спонсором канала, либо оставить платное сообщение суперспасибо называется, типа как донат записанному видео. В любом случае, всем спасибо за поддержку. Так, что мы тут сделали? Монах-мастер. Взял, казначейства мне тоже, мне кажется, точно нет. Гражданина, как я и говорю, поэта я хочу, то есть пока у нас один тут гражданин, последователь манихейства тоже рано. Слушай, давайте добьем до старшего специалиста прям. Так, тут пастух завершен, тут еще двое граждан, двое граждан, вот сюда, конечно же, камнетез на мраморе. Ну, мне пока с этими манихеями нечего делать на самом деле. Пускай, наверное, стоит. Тут у нас один идет, вот, монастырь строить. А, хотя вот вылате, вылате, слушайте, вылате можно построить монастырь. так, сюда ферму. Вообще, никак не могу исправить нехватку дерева, потому что мне просто негде лесопилки строить. Вот даже я вам показываю на карте, что нету нигде дерева. Вот тут, наверное, у людей, ну вот, вот тут можно было бы лесопилку построить, но на моей территории это вот просто, ну, наверное, такой баланс прикольно сделанный, ну, сами посудите, в Египте реально нигде не растут деревья, чтобы лесопилки ставить. Вот эти кустарники, на них лесопилки не ставятся, это просто кустарники, их можно вырубать, но лесопилок они не дадут. Вообще, надо, конечно, зря, скауты у меня стоят, надо исследовать территорию, то есть за счет этого тоже можно, кассиру инки надо сходить вот этим скаутам, за счет этого что мы тоже получаем легитимность за исследование территории, соответственно, больше приказов. Вы известны как эсенхебис каменщица. Царь-консорт, ваш супруг тяжело больной. Ух ты. Ваша дочь стала еще более ленивой. Да господи, она путешествует, у нее уже минус дисциплины и минус харизмы, что за фигня? А что так проблема у нас? Почему у нас минусы идут? Так. В Уассет наступила пора процветания. Местные старейшины намерены позаботиться о бедных и выдвигают идею социальной защиты, которую во дворце встречают горячими спорами. С одной стороны, накормить голодающих стоит денег, с другой же, это принесет вам репутацию защитницы простого народа. Так, вот тут интересно, либо зерновое пособие будет стоить нам 13 монет в ход, но и минус 2 несчастья в ход. Либо со всеми семьями, ну у нас семьями, вот это точно нет, потому что у нас со всеми семьями хорошее отношение, и либо минус 540 и сразу минус 1 уровень недовольства. Давайте посчитаем. 540 это считайте, сколько? 132 это 10 ходов, 264 20 ходов, ну и 520 это на 40 ходов считаете, да? Ну там это чуть меньше, чем 500, пускай на 40 ходов. 40 ходов это типа минус 80 недовольства. А в принципе уровень недовольства меняется от 0 до 120, да? Ну значит уровень выгоднее. То есть одномоментно заплатить 540 это выгоднее получается и минус уровень недовольства. Так, верцак бесит, завершил свое обучение торговли. Будет интриганом или ора. Давайте интриганом и главой шпионов его тогда сделаем, видимо. Выглядит прикольно. На что еще уровень довольства влияет? На собственно выхлопы. третий уровень дает минус 15% к росту, минус 15% к науке и плюс 15% к содержанию. Так что чем меньше уровень недовольства тем лучше. так вот я что-то уже практически все построил. Тут ферму. Видите, у нас мы главные поставщики камня и еды в этом мире. интересно кто главный поставщик дерева. или прокачать. О, соль появилась. Так вот соль мы рамесидам отдадим конечно. Видите, у них одна из предметов роскоши, которые они хотят это соль. Тут рабочего сделали форум. надо наверное сразу я думаю с домиков начать или каменоломин или вообще вон с этого с лагеря. Блин, везде дерево надо. Я вот кучу конечно денег на это трачу. Рудокоп завершен. Блин, я бы конечно здесь давайте один ход я отложу и я бы специалистов в барак определил. вообще нам вот тут надо тоже бараки строить в мини форе один строится но мы двое бараков можем построить на самом деле так сюда строим амфитеат подион все закончились приказы хотя опять же могу за муштру покупать 100 муштры один приказ у меня их 500 может и покупать так пока я на первом месте показывает но вместе с персом что по развитию ваш супруг умер жалко матриарх становится духовным лидером манихейства хорошие отношения царица больной стала блин а че так уже герцог нормер второй очереди пьянчугой стал почему постоянно получаем ага и нового придворного получили придворного министра почему постоянно какие-то проблемные получаем перки 25 лет судья харизма плюс 5 дисциплина 2 ничего такой так пока никуда не можем губернаторов назначить ваш царь умер из-за буджу ко двору является посланник амарна знатная семья обращается к вам с просьбой запасти 2000 единиц соц.капитала или распространить религию 4 раза ну 2000 соц.капитала тоже тяжеловато другой стороны религия сама собой должна распространяться может распространение религии таки взять амбицию 2100 капитала точно не буду накапливать или подождите или она не накапливается она просто капает если так то это извините 20 ходов всего лишь где-то так не давайте лучше мне кажется распространение религии более вероятное повышу на крит так здесь камнитиус готов ну давайте монаха наверное здесь совет вот назначаем офицера ученика и плюс сюда ну хотя это третьего уровня давайте кого-нибудь этот у нас низкого уровня юниты стоящие в бараках просто качаются каждый ход получают опыт так что это хорошая штука так а давайте наверное здесь еще бараки тогда вот сюда а вот тут гарнизон скорее всего ну и где нам тут монастырь строить где-нибудь тут пойдем сюда на пастбище блин вот проблема проблема с приказами в нашем королевстве не хватает посыльных которые относили бы приказы и сообщали что делать всем вокруг реально но 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 очень много строя следующим ходом умирает прикиньте ко двору прибывает хедская делегация дабы разрешить небольшой конфликт между двумя нациями за ужином между гостями заходит разговор о том сможет ли кто-то одолеть самих богов войны вскоре разговор перерастает в жаркую дискуссию они решают что это под силу патриарху муватали сострадательному а честь почетных гостей не часть почетных гостей не согласны выдвигает кандидатуру принца консорта эллилина цира командира кого вы выберете так ну я наверное за хеттов буду потому что асирия послабее будет так что муватали плюс 30 стало асасирии минус 160 однажды поздним вечером в ваши покои едва не спотыкаясь о подол мантии врывается олигарх и минхотеп командир замечательные новости царица вы ведь знаете о джане город последнее время рос как на дрожжах и теперь его лидеры желают развивать промышленность я подумал вдруг вы захотите вложиться в одно из наших маленьких предприятий так ускорю получение разрешения на применение лошадей в армии лошади появляются поддержу поиск мрамора мрамор появляется и нравится затея с крабами вот кстати вот это интересная штука потому что она в долг типа пользуется благосклонностью но у нас следующим ходом царица умирает поэтому эта благосклонность в общем-то ну собственно даром проходит в общем-то благодаря широким связям с купечеством Микерин-министр негласно заключил крайне выгодную сделку с карфагинянами за его помощь в некоторых вопросах карфагиняне готовы нам щедро оплатить так ну наверное пускай поделятся исследованием 8,5 науки вход а у нас сейчас науки 63 то есть это больше 10% пусть поделятся исследованиями так генерал уходит в отставку не буду я нового генерала там назначать форум завершен можно уже третьего уровня форума и у нас тут два гражданина есть так во-первых я вот здесь по-моему могу домик поставить если я ничего не путаю так не понял посмотрите вот эта клетка к какому-то уассет уассет почему такого цвета как-то странно по-другому выглядит блин непонятно так что у нас по чудесам у нас уже все разобрали развивающиеся теперь у нас вот мавзолей акрополь и музей музеон и это я могу все строить только уассет он единственный у нас пока кто перешел на развитый уровень культуры ну короче 1200 камня надо тут поставим значит будет тренироваться этого в бараке стреляющие у них другие у них лучше ну стрельбище стрельбище давайте я вот здесь не одеон а еще один барак сделаю пастбище есть монастырь блин у нас везде монастыри уже есть во всех городах так что просто оставляем будем укреплять религию постепенно ну и храмы строить нету смысла укреплять пока у вас храмов нету так рабочим начнем наверное с рыбы нету нету ну и формы на третьего уровня в амунии рабочего сделали тут у нас форум первого и один приказ остался мы когда откроем шпиона мы сможем скаутов отправлять шпионские сети создавать но грустная новость у нас умирает наша вторая царица эсенхе без зочи и про правила она получается всего 9 лет умерла в расцвете сил 49 49 но это означает что все-таки серия на этом заканчивается так у нас возвращается ее дочка михая новая ученая мудрая но не отважная и не дисциплинированная в качестве наместника открывает запрос будучи лидером может заново брать технологии ну то есть заново перетасовывать карточки которые выпадают а у всех во всех городах плюс две науки за архив к сожалению у нас не открытые еще архивы давайте на разоплотить и распустить чтобы там не было каких-то событий кэш интересно чё там сколько там двести девяносто нового наместника можно царицу я думаю вполне тут мне не нравится минус 30 продажный бдительный что там ваш дедушка и на месте кусайте дедушка 82 года он уже и дочку свою пережил ну дать на просто умным сделаем я не думаю что он тут надолго но продолжение уже в следующей серии к сожалению вторая царица про плать про правила не так долго как первое будем надеяться на михайл новую меха интересное имя продолжение следующей серии спонсоры канала продолжение могут уже прямо сейчас поискать во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что смотрите поддерживаете на этом все слава украине же беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео